здравствуйте друзья сегодня мы с вами продолжим тему автоматизации начатой в первой части восьмого урока наверняка после первых простых автоматизаций многие столкнулись с вопросами как правильно учитывать в триггерах и условия большое количество различных факторов и сегодня мы с вами поговорим о виртуальных то есть созданных программ на сенсорах которые помогут вам решить эти и другие вопросы на отдельную карту lowlays я вывел 3 датчика движений автоматизации по состоянию таких датчиков делать мы уже умеем но как учитывать их состояние одновременно по сути из нескольких датчиков трех как примере или пяти десяти сколько нужно сделать один посмотрим главном конфигурационном файле создадим новый раздел бинарных сенсоров с выносом в папку создадим отдельный файл в этой папке для удобства я дам ему имя по названию урока unit 8.1 сенсоры будем создавать на платформе template с шаблоном задают свое имя сенсора сначала техническое потом пользовательское указываю класс датчика движения и прописываю перечень условий для его активности качестве условия я прописываю каждый из физических датчиков движения используя его состояние включено и логическое или логика работы такая если хотя бы один из датчиков активен то активен и общий сенсор давайте проверим конфигурацию и перезагрузим инстанции вот наш новый датчик он покажет движение из любого из этих трех датчиков движения и перейдет состояние выключено только когда они все выключатся таким образом он сможет отвечать за последнее движение в помещении с любым количеством датчиков движения и применяться в автоматизациях как одна сущность например в качестве триггера отключения света просмотрим еще один интересный кейс на этот раз с использованием датчиков открытия и логическим и вот три физических датчика окна например автоматизациях отопления и увлажнения нужно следить за всеми окнами одновременно и будет удобнее делать это с одной сущностью создадим еще один сенсор шаблона тут я пошел от обратного класс устройств я не указывал это просто бинарный сенсор и для его активации необходимо чтобы все перечисленные в условиях сенсоры открытия были выключены то есть окна закрыты за это отвечает оператор логического и выполнение всех условий они хотя бы одного как с оператором или зачем может быть нужна именно такая конструкция станет ясно чуть позже а пока проверяем и перезагружаем инстанс хочу напомнить что корректность каждого шаблона можно проверить и в редакторе шаблонов не обязательно перезагружаться при создании прям каждого сенсор достаточно сделать это один раз после того как прописать их все а вот новый сенсор в панели инструментов он не активен потому что одно из окон открыто а вот его реакция на закрытие окон качестве условий для таких сенсоров можно использовать что угодно но наиболее полезным является использование времени для этого в home assistant есть специальный тип бинарных сенсоров на платформе время суток вернемся в наш файл сенсоров и создадим сенсор на платформе тот time of day он будет активен в указанный промежуток времени на примере с 9 утра до 9 вечера кстати он умеет работать и по солнцу время рассвета и заката он берет по вашим координатам теперь сделаем копию нашего сенсора закрытых окон и добавим еще одно условие созданный нами сенсор времени состояние включен после применения новый сенсор будет учитывать не только состояние окон но и время раз мы упоминали автоматизация повлажнения воздуха давайте включим список и уровень влажности например менее 55 процентов по сути мы вынесли в сенсор целую автоматизацию она учитывает и состояние трех окон и время суток и уровень влажности проверим и перезагрузим такой сенсор один заменит собой и триггер и условия для автоматизации увлажнений он будет мгновенно реагировать на открытие всех перечисленных в нем окон включится утром и выключится вечером а также отключится когда влажность достигнет заданного предела давайте рассмотрим еще пару полезных примеров при автоматическом отключении света по отсутствию движения тоже пригодится составной сенсор который будет учитывать состояние светильника он станет активным том случае когда светильник включен но движение не его можно и нужно использовать в качестве триггера автоматизации выключения света такая автоматизация сработает даже если свет был включен случайно например удаленно или по сбою электроэнергии потому что по датчику движения свет отключиться не сможет так как его состояние меняться не будет а этот сенсор проверяет состояние розетки и и энергопотребление подобные условия я применяю чтобы определить что в простом увлажнителе закончилась вода он будет включен но мощность упадет или можно например отключать какую-нибудь зарядку еще раз посмотрим как работают созданные нами сенсоры моментально реагируют на изменение условий причем все видно в отличие от кондишенов и триггеров автоматизации многие кейсы можно решать просто созданием одного или парочки таких сенсоров чтобы не перегружать этот урок на этом мы его и закончим но думаю что новый вектор для изучения я вам показал будущих уроках мы обязательно еще неоднократно вернемся к теме использования шаблонов создания виртуальных сущностей на этом все если у вас остались вопросы задавайте в комментариях к этому видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал все актуальные свежие новости именно в нем до новых встреч а а а Продолжение следует...